Здравствуйте, рад вас приветствовать сегодня у нас на семинаре. Меня зовут Сергей Кулешов, я заместитель генерального директора компании 1S Bittrex. И вот приветствую вас сегодня здесь. Спасибо, что собрались. Мы сегодня говорим про интернет-торговлю в наступающем 2020 году. Постараемся поговорить о том, что изменилось, как изменилось, и к чему нужно быть готовым сегодня интернет-предпринимателю, чтобы в 2020, ну в общем-то и дальше, соответствовать современным требованиям и рынка, и покупателей, и технологий. Начнем мы с доклада синергии рекламных каналов. Я приглашаю Ольгу Бойко на сцену. Это эксперт по поисковому маркетингу компаний Ашманов и партнеры. Поприветствуем. Ольга, микрофон. Добрый день, коллеги. Сегодня поговорим про синергию, как уже было представлено. Также за лучший вопрос или ответ я взяла книжку. Может, кто-то знает нашу компанию Ашманов и партнеры. Мы вот благодаря как раз этим книжечкам, еще до этого была зеленая и знаменитая. Это конкретно про SEO. Там, ну, возможно, кому-то интересно будет почитать. Вот, но это в конце. Очень низкий столик. Ну и давайте познакомимся. Еще раз, меня зовут Бойко Ольга. Как мне уже представили, работаю в компании Ашманов и партнеры и занимаюсь поисковым маркетингом. Кроме поискового маркетинга, наша компания также известна именно аналитикой. То есть это сквозная аналитика, это анализ показателей. И про KPI различные мы тоже сегодня поговорим. Давайте познакомимся с вами немножечко. Так, навскидку, давайте. Маркетологи есть у нас? Нет, ни одного маркетолога. Класс, интересно. Может быть, менеджеры, руководители компаний? О, уже много. Маркетологи, владельцы собственных сайтов. Отлично. Ну вот 50 на 50 как раз у нас ни одного маркетолога. Прикольно, на самом деле. Все вот эти страшные цифры и буквы, которые я буду говорить, еще более, наверное, интересные и полезные вам будут. Это классно. Немножко про компанию. Да, уже говорила. Работаем в основном мы с крупным бизнесом. У нас, ну, очень много кейсов компаний, которых там вы многие из них, наверное, знаете. Ну и больше ничего про шманов и партнеры. Теперь все про вас. Сразу же скажу, если вопросы по ходу будут возникать, прям сразу же поднимайте руку. Мне не сбивает. Спокойно отвечу на все вопросы, которые у вас будут. Ну, о чем сегодня поговорим? Сначала поговорим про тренды, про тренды, которые будут. Немножко разберем историю, что было до этого. И посмотрим, к чему же нам нужно готовиться. Поговорим про основную тему моего доклада. Это синергия рекламных каналов. И немножко поговорим про KPI и как эту всю синергию нам посчитать. И зачем вообще это все нужно. Ну и первое — это обзор трендов в интернете. Начнем немножечко с прошлого, с того, как было. Сразу же вопрос. Все E-ком тут? Да, поднимите руку, кто E-ком. Ого, так, а кто не E-ком? То есть не продажи в интернете. Все остальные не продают в интернете ничего? Не продаете. Кто не продает в интернете ничего? Поднимите руку. Все, значит, продают что-то. Вот интересно. Хорошо, но не E-ком. Ладно, разберемся сейчас. Про обзор рынка. Я немножко хотела поговорить про то, вообще, как люди сейчас покупают в интернете. И какая сейчас ситуация обстоит на рынке. Это все года 14, 15, 16, 17 и так далее. Это то, как растет количество покупок в интернете вообще. То есть то, какой объем интернет-торговли сейчас есть. И если говорить про то, что планируется далее, это примерно вот такие вот цифры. То есть 2019-го еще отчета нету, они всегда делают очень долго. Это АКИТ, они исследования все свои быстро делают. Дай бог, если к лету у нас будет исследование по 2019-му году. Но мы предполагаем вот такие цифры. И на 2020-й год еще рост. Если говорить в процентном соотношении по росту, электронная торговля растет на 23%. Сейчас в среднем за последние года, точнее, на 25 растет в последнее время, потому что с 2017-го до 2018-го очень сильный был рост. А сейчас вот усредненный прогноз нескольких компаний. То есть это Айвенга, это школа электронной коммерции, это институт Гайдара. И компания Озон проводила исследования. И вот в общем, да, они планируют то, что растет все будет дальше на 23%. То есть это значит в основном то, что все, кто занимается или хочет заниматься интернет-торговлей сейчас, то минимум ростом 23%, если вы не будете отставать от рынка, это вот то, что сейчас возможно. Но при этом некоторые сферы, естественно, растут еще быстрее. Самое интересное то, что сейчас, если раньше интернет-рынок рос именно за счет увеличения количества пользователей, то есть люди из деревень проводили интернет, они начинали заказывать, у нас улучшалась логистика, и они наконец-то могли заказать себе что-нибудь там у компании Озон или еще какой-нибудь компании, то сейчас на самом деле большое количество людей уже покупает в интернете. Сейчас этот рынок растет в основном за количество покупок. То есть если сравнить, сколько среднестатистический человек покупал в год в интернете, то если говорить там 3 года назад, это было 1-2 покупки, когда больше никак, пришлось так и быть, то сейчас это более 7 покупок в год в среднем на человека, который пользуется в интернете. То есть все идет на увеличение количества. У нас, в принципе, всех пытаются с вами подписать. Один раз в перекрестке заказали что-нибудь, все, вам каждую неделю приходит рассылка, информация. То есть все борются за то, чтобы прицепить клиента и постоянно с ним работать. Ну и еще немножечко про интернет-торговлю. Как вы думаете, какие самые популярные сферы в интернете? Гаджет? Почти. Еще какие-нибудь идеи будут? Одежда? Класс. Детские товары? Детские товары сейчас вместе, кажется, на шестом после товаров для животных. Это не мое отношение, я люблю детей, но вот так вот почему-то в России обстоят дела, что товары для животных популярнее пока. Еще какие-нибудь идеи? Бытовая электроника. Отлично. На самом деле, правильные ответы уже прозвучали, поэтому цифровая и бытовая электроника, то есть и гаджеты, и бытовая электроника, и как раз одежда и обувь. Ну вот это вот рынок, который почти занят. То есть это самый сложный рынок, еще рынок авто очень сильно занят. То есть это прям то, что покупают больше всего, но и то, в чем самая большая конкуренция. Сейчас еще очень сильно развиваются, естественно, продукты, потому что мы все начали, точнее, нас хотя бы пытаются заставить покупать продукты в интернете. Кому приходит рассылка от Перекрестка, Азбуки Вкуса, чего-нибудь еще? Что-то так мало, на самом деле. Мне кажется, почему-то мне постоянно присылают все рассылки, которые только можно, при том, что я не люблю доставку продуктов, еще ни разу не нашла нормальную, но вот меня мучают. Часто пробую, постоянно, видимо, я заказываю не в тот день, когда нужно, я заказываю в воскресенье, и мне подряд эти смс-ки на тему того, что такого товара нет, заменить, такого товара нет. То есть в магазине просто нет того, чего я планировала, и вот пока не нашла ни одну доставку нормальную, которая прям устраивает, к сожалению. Что еще нового? Ну, это такое, знаете, это новое то, что уже несколько лет есть, но об этом сейчас прям нужно помнить всегда. Это на тему того, что у нас уже достаточно долгое время мобайл выиграл у десктопа. Сейчас люди покупают с мобильных устройств. То есть не только заходят больше с мобильных устройств, но и покупают люди с мобильных устройств. То есть все, у кого сайт не оптимизирован, по-моему, мобильные приложения, ну, по сути, они больше половины трафика теряют. То есть, ну, это сейчас уже не дополнительная необходимость, да, это прям необходимость, да, то есть то, что должно быть всегда у всех, нормально оптимизированные сайты под мобильные устройства. Что еще о маркетплейсе? Сейчас очень много маркетплейсов, они растут, они, их очень много, да, они часть рынка прям забирают. Идеи каких, что такое маркетплейсы, ну, если говорить там, что такое, да, здесь написано, прочитайте. То есть это, по сути, площадки, где размещаются товары не от одного продавца, а от множества продавцов. Есть идеи, примеры маркетплейсов? Кто это может быть? Валбриса, Зон, Ламода. Да, отлично. Еще? Яндекс.Маркет не совсем, Яндекс.Маркет – агрегатор. В чем разница агрегатора и маркетплейса? Агрегатор просто, например, я завтра решу, вот, ну, я все доставки уже знаю, я могу быть агрегатором доставки, сделаю себе сайт и буду агрегировать все доставки и давать им. То есть я сама ничего не продаю, я просто показываю их. И вот Яндекс.Маркет, он также сам ничего не продает, он только показывает. А маркетплейсы, в основном, да, у них есть часть какая-то, которая своя закупка, и есть все остальное, они закупают. Но они помогают продавцам товар через них продавать. Вот, ну, в принципе, да, а не российский рынок, если… А? Алиэкспресс, да? И самый большой – это Амазон. Отлично, да. Амазон – это самый такой, я его поэтому не разместила, не знаю, почему. Ну, все правильно, у всех основных ответили. Их много еще, естественно. Не знаю, почему я Амазон решила не добавлять сюда. Ну, он, в принципе, всем известен, и это такой… Он, в принципе, считается то, что он убил вообще ритейл в США, то есть именно обычный ритейл, да, он убил, то есть когда появился Амазон. То есть, ну, они все покупают через Амазон. В чем смысл для бизнеса? Минус маркетплейсов и их присутствия, и их большого присутствия – это в том, что, к сожалению, большинство высокочастотных запросов, по которым сайты ваши могли бы продвигаться, забирают маркетплейсы. И то есть сейчас не по всем запросам вообще есть смысл продвигаться, потому что часть из них забирают маркетплейсы. Ну, Яндекс, Гугл, они согласны с тем, что чем больше сайтов, тем лучше. То есть, ну, поэтому по многим запросам показывают столько маркетплейсы. Такова жизнь. К сожалению, ничего с этим сделать не сможем. Но из плюсов, да, по сути, размещаясь на маркетплейсе, вы можете получать больше лидов и достаточно недорогих относительно других каналов именно размещения через маркетплейс. Да, вы получите меньше, да, то есть, ну, именно все равно маркетплейс берет процент свой, но, тем не менее, по некоторым запросам лучше так, чем никак. В принципе, мы сейчас, занимаясь поисковым продвижением, мы уже говорим не только о продвижении конкретного сайта, но и о, есть такое понятие, как информация, вообще вот это вот вся, весь поиск, да, то есть во весь поиск входит и маркетплейс. То есть мы продвигаем и на маркетплейсах, то есть по тем запросам, по которым невозможно продвинуть сайт обычный. И, ну, это достаточно хорошие показатели дает, то есть, ну, потому что, по сути, важно всего, чтобы лид пришел, неважно откуда, там, это уже второй вопрос. Голосовые ассистенты. Опять начну с вопросом. Кто пользуется голосовыми ассистентами? Угу, немало, кстати. А голосовым поиском? Класс. У меня вообще убеждение то, что пользуется голосовым поиском тем, кому нет 20. У меня сестра, ей 11, она постоянно пользуется только ей и мои друзья, которым нет 20. А на самом деле, ну, вот если смотреть по статистикам, это, видимо, я такая, ну, не про новшество, я все-таки пишу, продолжаю там и так далее, но много пользуется сейчас, если говорить. Ну, это по США анализировали то, что 55% подростков и 41% взрослых. Не совсем понятно, что они считают взрослыми. Взрослые — это 18 лет или там 25-30, да. То есть, ну, вот такие вот данные есть. Кто начал искать поиском голосом что-либо больше года назад? Инноваторы прямо у нас много. Считается то, что почти половина людей начали голосовым поиском пользоваться совсем недавно. И, по сути, это все растет. Говорят, что в 2020 году половина поисковых запросов будет введена именно с помощью голосового поиска. Для нас это вообще такая страшная история, да, потому что голосом вводят не то же самое, что и с запросами, да, когда пишут. И, по сути, это очень сильно изменит SEO и изменит поисковую выдачу вообще. Это, в принципе, все про тренды. Может, какие-то вопросы есть? Слушайте, смотрите, именно маркетплейса нет. Я могу назвать, например, агрегаторы, да, там, ну, например, тот же там Авито, тот же Юла и так далее. Там есть консалтинговые услуги, а на тему маркетплейса мне, честно говоря, сложно. Можно поискать, посмотреть, скорее всего, ну, они небольшие, то есть они не всем известны. А в какой сфере вы работаете? Юридические услуги. Ну, вот на агрегаторах это точно есть, а по поводу маркетплейсов не встречалось, честно. Еще вопрос есть? Пока их нету, к сожалению. Над этим все работают сейчас, но пока до конца это все отследить невозможно. Можно только отслеживать по логике, то есть, ну, и серии анализируем как раз, как вводят голосом. Они по-другому вводят, естественно. Но конкретно прям отслеживание, то есть, ну, сейчас нет. Но это поисковики должны предоставить, мы ждем. Поисковики не все готовы всегда оперативно и быстро предоставлять. При том, что у нас компания, которая прям там дружит с Яндексом и с Гуглом, мы там всех любим, уважаем. Да, да. Ну, к сожалению, пока такие прям дедовские способы, но вот это так. А так мы надеемся, что Яндекс или Гугл скоро предоставят такую возможность вообще это все отслеживать, анализировать. Это, в принципе, скорее за ними. Дальше мы поговорим про синергию рекламных каналов. Что такое синергия? Ну, по сути, да, это история, когда мы используем несколько каналов и в сумме получаем больше, чем должно быть. То есть, ну, это как раз история, когда 2 плюс 2 равно 5, 6, 8, 10, 52 и так далее. Сразу же скажу, я не призываю всех сразу же использовать все рекламные каналы, да. Это все история постепенная. Я хочу показать, как один канал может взаимодействовать с другими. Не всем бизнесам нужно сразу же все каналы, которые есть, подключить. Просто когда мы подключаем хотя бы два рекламных канала, важно понимать, как они будут взаимодействовать друг с другом. И, по сути, да, вот работая с клиентами, я очень много общаюсь там и с крупным бизнесом, и с средним бизнесом, и с малым бизнесом. Вопрос один и тот же. Какая реклама эффективна? Если кто-нибудь когда-нибудь ответит мне, какая реклама эффективна, я прям очень зауважаю этого человека. Мы считаем, что это невозможно. По сути, любая реклама может быть эффективна в зависимости от того, как ее делать, зачем, как считать и так далее. По сути, нет такого канала, знаете, которому можно всем сказать, вот это эффективно, это неэффективно. SEO, за который я, в принципе, топлю всегда, да, там, SEO там нужен многим, не всем нужен SEO. Ну, сейчас как раз рассмотрим ситуации, когда SEO не поможет никаким образом. Для каждой ситуации свой канал, и они должны действовать вместе. По ходу, по сути, да, комплексный подход, то есть синергия рекламных каналов, она помогает, самое главное, получить больше, заплатив меньше. То есть, ну, это, в принципе, наверное, цель любого бизнеса, всегда любых бизнесменов, стартаперов и так далее. Это как раз вот эта вот табличка. Какие рассматриваем рекламные каналы? Кроме них есть еще, это понятно, но я основные такие, самые популярные. Всем понятно, что это за каналы? Всем понятно? Кому непонятно? Всем понятно? Отлично. Давайте-то пойдем немножко по ходу там буду ориентировать. Если вопросы возникнут, прям не стесняйтесь, спрашивайте. Я постоянно у всех спикеров все спрашиваю и не стесняюсь, даже если вопросы кажутся мне не совсем корректными и так далее, но мне кажется, что это правильно. Главное — это получить знания. Первое взаимодействие — это контекстные рекламы и SEO-продвижения. Дальше небольшая игра. Поиграем, посмотрим на сайты. Ну, просто запомнили, да, вот сравниваем, да, как может помогать контекстная реклама SEO и наоборот. Первый сайт. Тут все замазано с разрешения клиентов, предоставлено. Вот первый сайт. Это десктопная версия, вот эта вот. Это мобильная версия, она немножечко поехала, ну, вот как есть. И следующий сайт. Тоже здесь все замазано. Это, возможно, более известная компания, может, кто-то даже знает, если кто-то бронирует жилье посуточно. Это мобильная версия, это десктопная версия. Два сайта. Не буду спрашивать, на какой бы вы зашли, у какого бы вы купили, а то, ну, там у всех разные предпочтения. Давайте немножко посчитаем. Мне не нужен ответ, да, мне… Всем видно, нет? Мне кажется, там не видно. Так видно? Смотрите, дано одинаковые показатели. Оба сайта тратят по 30 тысяч рублей на рекламу. У обеих компаний средний чек 5 тысяч рублей. Цена клика CPC у каждой компании 30 рублей. Только первый сайт получает 15 тысяч рублей за данную рекламную кампанию. Второй – 125. Мне не нужны цифры, мне нужна логика, в чем проблема. Почему такая ситуация может быть? Юзабилити, да, правильно. А немножко еще точнее, конкретно какой показатель оценивает юзабилити? Конверсия. Да, отлично, не видел, кто ответил. Нет, это конкретно аналитика за счет этого, то есть за счет вот этого вложения, за счет тысячи кликов тут получается там и там. Абсолютно верно, сказали, конверсия у первого сайта конверсия 0.3, у второго конверсия 2.5. 2.5 – это не самая идеальная конверсия, но она помогает получать больше. У этого сайта, скорее всего, еще больше конверсия, мы не берем реальные цифры, да, я просто показываю, как это все работает. По сути, вот сколько бы вы на этот сайт не ввели контекстную рекламу, она все равно не сможет отрабатывать точно так же, как и ситуация с нормальным сайтом, с нормальным оптимизированным под мобильные устройства, под десктопную версию, то есть под планшеты и, по сути, под все. По сути, именно оптимизация нормального сайта помогает получать вам больше с помощью контекстной рекламы. Обратная ситуация тоже работает, ну, она опосредованно работает, естественно, потому что в SEO очень важен фактор количества трафика на сайте. То есть чем больше у вас трафика, тем больше любят вас поисковые системы. И, по сути, чем больше вы гоните трафика, тем лучше. Естественно, если он не конвертируется, это становится в итоге хуже, поэтому вам нужно и оптимизировать сайт, и использовать контекстную рекламу. Кто использует контекстную рекламу, вообще знаком с ней как-то работает? О, почти все. А SEO? Вот, видите, не всем. Понятно, отлично. Ну, вот это вот один из примеров. Они могут взаимодействовать еще больше и еще. Это самый основной, самый главный вариант взаимодействия данных каналов. След? Конечно, любой можно. Я же говорила. Да, смотрите, когда я говорю, используете ли вы SEO, то есть даже если вы сами просто заботитесь о своих поведенческих факторах, это тоже, по сути, работаете над SEO. Поведенческие факторы – одно из важных факторов SEO-продвижения. Просто, ну, если вы уже поведенческими факторами работаете, можете с техничкой немножко поработать там, да, сами. Это не факт. Я не говорю вам, не призываю заказывать у кого-то агентство. У нас тоже не призываю. Вам могу посоветовать на каждый бюджет там кого-то, не нас, да, то есть компанию. Не обязательно. Фрилансеры иногда тоже работают. Это, ну, всегда нормально. Вы можете сами с этим заниматься. Но, по сути, работа с поведенческими факторами, то, что вы описали, это и есть SEO. По сути, вы им занимаетесь. Еще вопросы какие-то есть? Да. Когда мы занимаемся SEO, мы, в конце концов, приходим к так называемому пределу. То есть, когда мы увеличиваем бюджет, реально увеличиваем, там, ну, до миллионов, с каждым увеличением бюджета мы получаем все меньше, 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 меньше. Посетители именно. Да, я понимаю. А как? Другие рекламные каналы. Это нормально. Каждый рекламный канал имеет свою емкость. В любом рекламном канале, в SMM, в SEO, в контекстной рекламе, в таргетированной рекламе есть своя емкость. В какой-то момент становится реально невыгодно с этим работать. Либо второй вариант. Ну, то есть, вы работаете, там, миллион, например, тратите, да, то есть вы ставьте какую-то, ну, если с таким бюджетом, вы, скорее всего, с компанией работаете, ставьте конкретную стоимость клиента, которая вы готовы, и просто, чтобы дальше его, то есть, ну, чтобы четко понять эту емкость рынка, которая у вас есть. И больше туда нет смысла вкладывать. Из вашего опыта, как вы понимаете, то есть, какой основной критерий для вас, что емкость канала исчерпана? Смотрите, когда... Снижение процентов конверсии? Можно, конечно, снижение, но это не совсем бизнесовая история, когда мы просто оцениваем по снижению конверсии. Когда это перестает клиенту быть выгодной. То есть, смотрите, если мы вам с контекста приводим лид за 18 тысяч рублей, а вы с них получаете две, ну, мы говорим, не надо все остановить и так далее. Ну, еще раньше, на 15 лет примерно, мы вам сказали, что нужно остановиться. Ну, и любая компания, в принципе. Поэтому все считать, да, то есть считать, считать, еще раз считать. Когда это становится невыгодно, больше не использовать. Еще вопрос? Нет, отлично, поехали дальше тогда. SEO и медийная реклама. Как они могут взаимодействовать? У кого есть фитнес-браслет или фитнес-часы? А у кого были когда-нибудь? Ну, 30% аудитории, там, примерно... А кто знает, что такое фитнес-браслет и фитнес-часы? О, почти все, нет, почти все. Я тоже на самом деле. У меня не было никогда, я даже слабо понимаю, что это, но, как я уже говорила, технологии там, это только вот в рекламе мое, а во всем остальном нет. В чем ситуация? Иногда как раз какая ситуация бывает, когда SEO невыгодный и контекст невыгоден, да, когда нету спроса. Несколько лет назад, это 18-й год, видите, количество спросов по запросу фитнес-часы по всей России достигало где-то 20 тысяч. То есть это прям совсем-совсем мало, там, скорее всего, половина нецелевых, потому что тогда реально никто не знал, что это такое. И дальше начала работать медийная активность данного продукта. Он стал популярен для всех, да, то есть сейчас он продолжает расти. Я думаю, что в Москве уже спала эта история, все, в Питере, наверное, тоже спала. Сейчас все-таки регионы, потому что они отстают как раз на год-два именно по новшествам, да, по тому... И вот здесь как раз была запущена качественная медийная реклама всех этих историй, да. И как может взаимодействовать SEO и медийная реклама? SEO и контекст за счет поискового спроса. Это сервис Wordstat, если что, он анализирует просто сколько запросов. Все знают, да, что это такое? Кивайка там. То есть это, по сути, сервис, который анализирует, сколько раз по какой-то запрос вводится в России в месяц. И вот раньше его вообще не было, сейчас он есть. Вот сейчас можно на фитнес-часы, на фитнес-браслеты записать контекстную рекламу, там, SEO и так далее. Потому что спрос есть, очень большой спрос, там почти 60 тысяч пользователей в месяц узнают данный продукт и хотят его купить. Так работает синергия SEO, контекста и медийной рекламы. То есть медийная реклама обеспечивает спрос до других рекламных каналов. Ну, здесь еще раз сказано, не знаю. Вот, какие-то вопросы по этому блоку есть? Нет? Отлично. Поехали тогда дальше. Следующий канал — это SEO и SMM. Кто использует SMM? Как же к вам? Придет сейчас спикер, будет рассказывать вам очень интересно. Через два, кажется, после меня про SMM, я думаю, прям многие начнут пользоваться, потому что она прям классно расскажет, как с этим зарабатывать. Но я вам просто расскажу, как это синергировать и как с этим работать. По сути, что важно? В SEO важны ссылки. Чем больше ссылок у вас есть, это работает не как в 2003 году. Не нужно просто бежать на сейп и закупать ссылки. Но реальные ссылки продолжают работать. То есть в Гугле особенно, в Яндексе чуть меньше, но тем не менее это все история работает. По сути, наличие ссылок из социальных сетей помогает продвигать сайт. Кроме этого, сейчас есть еще такая история, как упоминание бренда. То есть чем больше упоминаний существует и с качественной тональностью, с хорошей тональностью, тем это лучше продвигается сайт, у которого есть социальные сети. Это синергия SEO, контекста и SMM. Дальше идет у нас синергия контекстной и медийной рекламы. Я немножко уже про нее поговорила, то, что медийная реклама обеспечивает как раз спрос, то, что нужно для контекстной рекламы. Но есть и еще один способ их, так скажем, использовать вместе. По сути, CPC — это, по сути, то, сколько у вас идет кликов. Цена за клик в контекстной рекламе зависит в том числе и от того, насколько вас знают. И таким образом, если у вас в контекстной рекламе ламода высвечивается, то CPC, естественно, там будет дешевле, потому что вы скорее кликните, потому что ламода — нормальный сайт, если вы хотите, не знаю, кроссовки себе купить, чем какой-то неизвестный сайт. И, по сути, медийная реклама, она помогает CPC снижать для контекстной рекламы. И дальше у нас контекстная реклама и СММ. Как это работает? По сути, больше всего это работает в фэшне. Я один раз купила кроссовки, например, в каком-то магазине, в рандеву, и забыла. Но если рандеву подпишет меня на свои социальные сети, то тогда я, скорее всего, конвертнусь еще пару тысяч раз. Ну, пару просто раз. По сути, да, помогает захватывать клиента надолго. В принципе, большинство e-комов в России и в мире не окупаются с первого заказа. То есть то, сколько клиент в первую покупку свою приносит, не окупает вашу контекстную рекламу. В большинстве бизнесов это нормально. То есть все работает за счет того, что я купила 15 раз эти кроссовки разные, а не один, который привлекла контекстная реклама. Ну, и последнее – это SMM и медийная реклама. Почему-то не щелкивается. По сути, это как раз работает с узнаваемостью бренда. Медийная реклама, ну, как и со всеми остальными каналами, она помогает работать нам с SMM. Это, в принципе, основная история про синергию. Самая интересная ситуация по нашей аналитике, по аналитике рынка, эта цифра у всех меняется. У нас, вот как мы проанализировали, порядка 10. Что это такое? 10 касаний с вашей компанией нужно для того, чтобы купить. Это в среднем. То есть, понимаете, сначала медийная реклама отрабатывает, контекстная реклама, а потом спрашивают, а какая реклама работает. Вся. То есть, ну, по сути, вот это вот цифры. Причем многие говорят, на самом деле, о цифрах 18. Вот, например, Айвенко школа, они говорят про 18. Ну, у всех разные аналитики, да, это нормально, но важно понимать, не один. Если я выбираю кухню, одного контекстного объявления мне мало. То есть, ну, это понятно, то, что я никогда не куплю, просто сразу же перейду и куплю. Бывают, конечно, срочные покупки, да, там, например, подгузники кончились, там, у кого есть дети. Понятно, что вы не будете выбирать там и смотреть, где дешевле, ну, вам нужны подгузники сегодня. Но в основном история вот такая вот. Кто анализирует вообще путь пользователей на сайте? Кто с этим знаком? Ой, много на самом деле. Это классно. Прямо вот вообще максимально молодцы, да, потому что только исследуя полностью путь пользователя, мы можем понимать, как это все работает. Вопросы какие-нибудь, может, есть? Кажется, там уже кончился до слайд. Вопросы какие-то по этому блоку есть? Нет, все загрустили. Давайте дальше про KPI, про деньги, может, повеселеть. Ну, про KPI, которые нужны в основном всем бизнесам, сейчас посмотрим. Ну, и первый вопрос. Ой, подсказка была. Какие KPI существуют? Какие отслеживать, какие существуют? Давайте сначала, какие существуют. Угу, KPI. CPC. ROI. Это скорее LTV вы имеете в виду или возвращаемость именно реклам? А? LTV. LTV либо Transpiration Rate, то есть это именно дальнейшие покупки еще этих покупок, еще этих клиентов. Еще какие-то… Ладно, давайте посмотрим. Ну, много чего натыкало тут, не буду спрашивать, что это такое. На самом деле, я считаю, что не все эти значения нужно знать и отслеживать. Вот их достаточно много. Сейчас еще потыкается. Еще можно очень много придумать. Чего можно отслеживать? Кто отслеживает все эти показатели? Это хорошо. На самом деле, когда поднимают руку и говорят, что мы отслеживаем, и говорят, что один есть несчастный маркетолог, который следит за всеми этими показателями. Дальше следующий вопрос, естественно, сколько получает этот счастливый маркетолог, когда он спит, когда он ест и прочие там вопросы. В среднем один человек отвечать должен не больше, чем 5-7 кипяев. То есть, как отвечать, да? Под словом отвечать я имею в виду того, что они должны работать. Работать над увеличением жизненного цикла клиентов, над уменьшением CPO. Просто отслеживать можно их все. Можно еще 18 тысяч придумать и просто отслеживать, приносить, показывать. Но работать над всеми нереально. Как мы предлагаем, какие кипяи мы считаем самыми важными и какие должны отслеживать большинство компаний? Первое — это трафик. Conversion rate — это конверсия. CPO и LTV. Сейчас даже расскажу, что это такое, все, как это считается, зачем это считается. Пойдем по порядку. Давайте с трафиком. Самая большая ошибка — отслеживать только трафик. Если вы информационный ресурс, даже если вы информационный ресурс, нормальные компании, крупные издательства, они отслеживают не только количество трафика, хотя они реально получают деньги за трафик, но и, например, поведенческие факторы, сколько страничек мы посмотрели, как мы долго сидели на этом сайте. Кстати, что важно, трафик отслеживать обязательно нужно, но если вы отслеживаете только трафик, это прям совсем. Лучше-то вообще ничего не отслеживать, в принципе, только трафик нам ничего не дает. Ну, по сути, трафик — это то, что мы льем на свой сайт, на свой ресурс, то, сколько мы заливаем. Между трафиком и деньгами, видите, это всего три ступеньки, на самом деле их может быть 58. То есть это дальше что такое? Трафик пришел, трафик ушел, трафик добавил в корзину, трафик перешел в каталог и так далее. Здесь много-много-много ступенчиков, и в конце только мы получаем заказ, то есть деньги, это все получаем. И вот как раз за конвертацию из трафика в деньги отвечает конверсия. Она отвечает и за переходы по каждому этапу, и основное из трафика в заказы. Там дальше еще есть, конечно же, отказы при заказе, когда курьер не доставил, когда вы передумали отправлять заказ, там еще много всяких вариантов. Но, тем не менее, конверсия в основном считается вот таким образом. Кто считает конверсию сайта? Класс. А какая у вас? Это откуда-докуда? Конверсия именно из трафика в заказы? Нормально, более-менее. Смотрите, если говорить про целевую, это то, на что вы должны стремиться. То, что в идеале должно быть, это от 2% до 4,5%. Это важно не выкуп, а именно заказ, оформленный заказ на сайте. 2% это уже очень-очень круто. Если меньше 2%, то нужно с этим поработать. 4,5% видела два раза в жизни. Круто прям, ну, это сложно очень сильно. Даже, кажется, один раз больше видела, почти 5%. Но это в зависимости от сферы, естественно, в зависимости от очень-очень многих факторов. Но вот целевая такая по основной, это срез всего рынка. Это нормальная конверсия, которая должна быть. Через все, да. На самом деле, очень-очень хороший вопрос. Вы говорите даже скорее такой про умниканальность. Умниканальность — это еще один из самых важных трендов. Я не стала сегодня его в презентацию добавлять. Я немножко просто расскажу, как это работает. Просто про умниканальность можно час стоять и два разговаривать, рассказывать. Умниканальность — это когда пользователь может заказать отовсюду. Когда у вас есть и интернет-магазин, и офлайн-точка. То есть, по сути, вот этот вот бесшовный переход из онлайна в офлайн — это очень-очень важно. Расскажу пример. Недавно вот очень крупный магазин электроники. Они очень много тратят на контекстную рекламу. Они привлекли меня как раз контексткой. Я покупала робот-пылесос. Знаете, такой вообще прям предкомендую всем, у кого нет робота-пылесоса. Это идеальная вещь. Но как я его покупала, это был так себе. В общем, выбрала робот-пылесос. Нужно было прямо сегодня, потому что я прямо хотела сегодня же перестать мыть полы дома. Выбрала его на сайте во время работы. Контекстка у меня крутилась. Не буду говорить, какой магазин. Они молодцы во всем, кроме как раз бесшовного перехода из онлайна в офлайн. Надеюсь, что это мне просто так не повезло. Надеюсь, что, на самом деле, у них все нормально. Но ситуация. Я заказываю этот пылесос, оплачиваю его прямо через интернет, и мне показывают, где он есть. Он прямо рядом с моим домом был. Я заезжаю. Стоят куча консультантов. Они все ко мне подходят, хотящие не продать. Все понятно, это их работа. Они получают деньги за то, что они продают эту электронную технику на большие чеки. Когда я сказала, что я получу электронный заказ, они все-таки отошли. Никто не хотел мне идти отдавать мой заказ. Все понятно. Я понимаю абсолютно, я тоже не люблю работать бесплатно. Я тоже бы отошла, если бы. Я, может быть, ну ладно, подойду. Но, на самом деле, скорее всего, я бы тоже так же сделала, потому что мне за это никто не заплатит. В чем логика? Я плачу за этот пылесос. И компания считает, что раз мы за контекстную рекламу заплатили, значит, сотрудникам платить не надо. Это все очень понятно. Но для меня, как для клиента, когда я покупаю достаточно дорогостоящую технику, мне неприятно, когда так. Я, в принципе, понимаю, почему так происходит. Большинство пользователей просто больше в этот магазин не вернется никогда, потому что им стало неприятно, что вас обслуживали не очень хорошо, что с вами не были так культурны, как это было бы, если бы я купила напрямую через этот магазин. И, по сути, выход в том, чтобы платить всем. Ну, то есть, чтобы продавец, консультант в магазине получал какой-то процент за выдачу этого заказа. Тогда бы они работали нормально, и тогда им бы хотелось. То есть, ну, это нормальная абсолютно ситуация. И вот пример омниканальности, которая сейчас прям является одним из самых важных показателей успешности. Что вы имеете в право внутренне? По варианту, вам показали этот робот-пылесос, и вам не показали этот робот-пылесос. Насколько можно повысить конверсию? Достаточно сильно, потому что, если я не смогу выбрать, я совершенно другой там. Я уже пришла сразу же, я понимала, какое мне нужно точно, что я хочу, я уже посмотрела у конкурентов. Но если человек приходит и не понимает, он, скорее всего, придет в несколько магазинов. Он придет сегодня к вам, завтра там еще в какую-то компанию, либо прям сегодня же придет еще к кому-то. И если вы ему не объясните, какой пылесос нужен, а другая компания объяснит, то, естественно, это повысит конверсию. Но на сколько процентов, тут сложно сказать. В интернете у нас на самом деле самое… Вот откуда взяла омниканальность? Откуда мы выбираем в интернете и покупаем в магазинах? Я не хочу ждать курьера. Я не люблю курьеров. То есть, ну, вот прям, нет, к курьерам я отношусь хорошо, я не люблю, когда мне во время встреч звонит курьер, спрашивает, как до вас доехать и так далее. Потом я тащу этот вот из офиса, этот робот-пылесос и так далее. Я не люблю. Я люблю заезжать сама, я покупаю, мне нравится. Выбираю я все только в интернете. А когда человек не знает, какой пылесос он хочет, там, робот-пылесос, это там, ну, я понимаю, что если мы говорим там про что-то небольшое, да, блендер, я не буду выбирать в интернете, потому что мне, в принципе, без разницы, ну, хотя блендер тоже, на самом деле, бывает нормальный. Дешевую технику мы не будем смотреть в интернете. Если мы выбираем что-то для нас важное, мы будем выбирать в интернете. Мы будем читать отзывы, мы будем сравнивать, и только после этого придем. И вот если на момент, когда я к вам приду, вы мне не покажете этот робот-пылесос, то я пойду к другому. Ну, и даже в торговых центрах у нас по двое магазина электроники, если уж про электронику. Всегда есть выбор. С тем проникновением интернета, который есть сейчас, у всех клиентов есть выбор. Если у вас не будет лучший сервис, если у вас не будет лучшая цена, то пойдут к кому-то другому. Ну, не обязательно, чтобы была и лучшая цена, и лучший сервис. Тут нужно выбирать, чем вы отличаетесь от других, и какое у вас там уникальное торговое предложение. Может быть, у вас дорогие цены, но хороший сервис. Многие готовы платить за сервис. Я готова, вот не хочу, чтобы отходили неприятности. Меня обидели, наверное, да, я рассказываю. Еще какие-то вопросы есть? Нет, тогда поехали дальше. Дальше CPO. Cost per order – это конкретно стоимость покупки, которую вы готовы заплатить за вашего клиента. Сейчас покажу, как она считается. Это мы с отратой на рекламную кампанию, на всю, на контекстную, на медийную, можем на все считать, можем на каждого канала считать. Мы делим в рублях на количество продаж, и мы получаем какую-то цифру. Эта цифра достаточно важная история, потому что, когда у бизнеса спрашиваешь, какой у вас CPO, какой у вас он есть и какой вы хотите, если вы не знаете, ну, а что рекламное агентство может вам предложить? Если вы хотите покупать лиды за любое количество денег, ну, окей. Ну, то есть, а может быть, вам невыгодно просто-напросто. И, по сути, вот, ну, вопрос сразу же, сколько стоит ваш клиент? Есть ли какое-то, ну, понимание тех, кто работает с этим? Какая стоимость клиента у вас сейчас и какую вы бы хотели? Нет. Вы знаете, кто контекстный? Вот еще не смотрит на меня. Ладно. Вот, ну, по сути, да, у всех, у кого есть продажи через интернет, я говорю и про услуги, я говорю про товары. Вот это вот один из главных показателей, которые вы должны. Это поможет вам, во-первых, если вы работаете с агентством, чтобы, ну, вас было, агентство нормально вас ввело, потому что многие клиенты ко мне только же приходят, и когда они не понимают, какое у них CPO, мы садимся с ними и считаем, но мы садимся и считаем, а кто-то не будет считать, кто-то будет просто вам делать лиды за 5000 рублей, когда у вас стоимость заказа 2, ну, и будет продолжать. Причем бывают бизнес-модели, когда лиды за 5000 рублей при среднем чеке 2000 рублей, это нормально, сейчас немножко попозже поговорим про это, но вот это вот основа, то есть вот это вот все показатели, которые я говорю, трафик, потом конверсия, потом CPO, это прям поэтапно, что необходимо считать. И следующая очень важная история. Бывают бизнесы, и это на самом деле в маленьком среднем чеке очень частая история, когда недостаточно считать CPO, и когда CPO реально может быть очень-очень большим. Для этого есть сервис LTV. Это, по сути, то, сколько клиент принесет вам денег за всю свою жизнь. Это один из самых важных показателей, которые есть в электронной конверции, в B2B, в товарах, в услугах, абсолютно-абсолютно во всем. Как он считается? Есть 58 формул. Я вам показываю сейчас самую простую, сама считаю по-другой. Посмотрите там, где там стэ и так далее, если кому-то прямо интересно. Ну, начать нужно вот с этой формулы, она самая простая. А потом, через пару месяцев, можно уже пойти по другим формулам. Есть сложнее, есть, которые именно на прогноз ориентируются. Это среднее. Примерно есть еще легче, но они прям вообще не работают. Это нормальное. Мы берем доход от клиента, который мы получаем за все время, вычитаем на его привлечение и удержание. Удержание — это сервис. Сервис, e-mail, рассылка, социальные сети и прочая вся история. Это как раз удерживает клиента. И вот эта цифра, она основная. Как я уже говорила, большинство e-com, где средний чек меньше 5000 рублей, не окупается за счет первой покупки. Он окупается только за счет вот этой вот истории. И то, насколько у вас большая активная база, которая покупает у вас, по сути определяет то, какой у вас бизнес. Это вот как раз про сервис, вопрос вот про это. Да, вопрос? Давай, 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 давай. А как вы определите, что вот этот клиент пришел из ваших интернетов? А нет, это мой старый клиент, который там, сосед которому рассказал. Смотрите, ну это все аналитика. Вам все это могут настроить, если у вас идет эта сквозная аналитика. Понятно, потому что, как я уже говорила, 10 касаний. Смотрите, я сегодня… Да, руководитель Ламоды говорит, что когда мы научимся отслеживать, он только в этот момент уйдет из Ламоды, а пока все пытаются понять, как я поняла, о чем вы говорите. Это вопрос, перефразирую его, чтобы всем было понятно. Как мы поймем, что именно интернет, да, сгенерировал этот лид? Потому что я, например, могу знать им видео, мне он нравится, да, там, типа, у них нормальный сервис. И я сегодня, там, не знаю, спросила, там, у кого-нибудь, а где телефон покупаете? Мы такие, блин, им видео, там, скидка, да, там, типа, я такая думаю, блин, пойду, я куплю себе новый айфон. Неизвестно. И потом я перешла еще по контекстной рекламе. А потом я открыла эту контекстную рекламу, зашла на сайт, начала выбирать, меня отвлекли. Я ушла с него. Через два часа мне показался баннер. Я не кликнула на него, потом мне показался еще раз баннер. Я перешла на него, зашла, опять что-то мне не понравилось на нем. Потом мне пришло электронное письмо, как постоянного клиента M-Video, о том, что там специальные предложения для вас, вот айфон, который вам, нужен. Откуда я пришла? Да, но это одно из касаний. Возможно, оно было определяющим, но сложно понять, что именно, да, являлось основным. Потому что если бы мне сосед сказал, он сказал бы вот тот магазин электроники, где со мной не хотели работать особо, потому что им невыгодно, я бы сказал, другое выберу, мне не нравится. Понимаете, да? То есть, к сожалению, вот это соединение оффлайна и онлайна в данный момент отследить до конца невозможно. Можно опосредованно, можно настраивать кучу метрик, пытаться анализировать, но пока этого не умеет никто. Вот. И 10 каналов. То есть вам важно быть везде, чтобы и о вас сосед хорошо говорил, и друг хорошо говорил, и медийная реклама была, и контекстная реклама, и СММ. К сожалению, вот такой век живем, то, что все нужно. Ответил на вопрос? Хорошо. Фразу сразу же покажу, сейчас отойду. Давид Скокотт, знаменитый писатель книг, так скажем, то есть именно он утверждает то, что большинство стартапов, компаний умирает из-за того, что посетитель, это количество именно стоимость первого привлеченного клиента, то есть первое, сколько вы заплатили, превышает LTV. Понимаете, да? То, что вы заплатили 2000 рублей, а вам клиент за всю свою жизнь заплатил 1000 рублей. Вы проиграли. Но если он вам сначала, вы заплатили за него 58 тысяч рублей, но он стал вашим постоянным клиентом, то через 58-ую покупку вам точно не станет выгодно. То есть и, по сути, вот это вот основное KPI, которыми стоит работать. Сейчас это не все, но реально один человек вот может отслеживать и работать над вот этими вот, например, четырьмя, ну, пятью, там, шестью максимум, да, основное это, то есть, ну, некоторые говорят даже 3-5, то есть, ну, это прям вообще в идеале. Но вот о четырех показателях мы можем говорить. Говорить о том, что мы будем отслеживать вот эту вот всю балану, ну, невозможно. Вот. У меня, в принципе, все. Если кому-то там захочется презентацию скачать, посмотреть дополнительные формулы, у нас есть сообщество в Фейсбуке, добавляйте, там будет выложена сегодня презентация. Может, какие-то вопросы, пока там кто-то фотографирует? Спасибо. Именно для бизнеса, который работает для другого бизнеса, не для конечного. Не знаю, что такое B2B. Не, правда. На самом деле, вот на тему роста электронной торговли, которой я говорила, B2B сейчас растет быстрее, чем. Ну, то есть, вот там вот как раз анализ не только озона. Там я просто... Примеры, видите, я вас стараюсь погрузить именно там в кроссовки, в тапочки для дома, потому что это просто проще. Когда вы о своем B2B думаете, вы тоже думаете сначала, как вы тапочки покупаете домой и как это все работает. Это проще, да, то есть, потому что тогда мы начинаем смотреть как пользователи, потому что у нас всех замылен глаз. Мы все обожаем наш бизнес, там, мы смотрим только на него. Мы не видим реальность, то есть. Ну, и, по сути, B2B растет очень сильно и растет как раз в интернете. То есть, сейчас весь почти интернет, весь B2B идет в интернет. И это реальная работа. Мы очень много даже работаем, при том, что у нас большой средний чек. Мы, в принципе, многие компании не берем, потому что, ну, мы считаем, типа, не окупится. Мы тогда вас лучше не возьмем, потому что иначе скажут, что мы плохо продвигаем там и так далее. Даже мы начали в последние, там, 2-3 года прям, ну, много брать B2B. И это реально окупается, работает. То есть, ну, это нормально. То есть, сайт интернета. Татологии все то же самое. Да. Плюс-минус, естественно, есть особенности, да. Но особенности, они не такие большие. Они, особенность, так же, как, не знаю, продажа продуктов отличается от продажи одежды. Вот, ну, не больше. Это серьезно. Еще какие-то вопросы? Вопросов нет, да? Я еще оставлю. Я перестала работать. Не, правда, перестала. Я умею кликером пользоваться. А, вы отключили. Нормально, меня отключили. Я хотела там контакты свои показать. Если что, скоро уйду. Я Екатерине оставлю там визитки, если кому-то интересно. В основном общаемся там не про коммерцию. Если какие-то вопросы просто есть, с радостью отвечу. Там есть почта, телефон. Поможем. Так, и книжку я обещала. Вот, молодой человек в голубой рубашке лучше всего отвечал на вопросы. Прямо все молодцы. Пожалуйста. В общем, спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Продолжение следует...